Девушки отдыхают 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 соприкасаться с какими-то государственными структурами, то есть где-то в какой-то департамент они идут, получают какие-то документы, или они сталкиваются с детьми другой национальности, то есть они начинают понимать, где они находятся, потому что у детей в младшей категории понимание родины, оно связано больше всего именно с тем местом, где они живут, то есть вот этот дом, их друзья, то есть через процесс социализации, папа, мама, семья, на природу, куда они выезжают, на дачу, это все у них ассоциируется с понятием страны, родины, и такого специального понимания гражданства, конечно же до формального введения предметов общественного ведения в основной школе у детей наверняка нет. Но они знают, какой у них паспорт, какие паспорта у их родителей, бабушек, дедушек, у их соседей, они об этом задумываются? Ну это связано наверняка с разговорами, которые ведутся в семье, то есть если мы говорим о, скажем так, национальности не эстонской, то есть люди, скажем так, которые должны были получить гражданство в процессе натурализации, конечно же этот вопрос рано или поздно будет затрагиваться в семье, и на мой взгляд, скажем так, первый момент, когда дети начинают задумываться о гражданстве, все-таки идут из семьи, какие разговоры идут в семье по поводу гражданства или проблем, связанных с гражданством или получением гражданства. Или когда я в девятом классе, оканчивая основную школу, они понимают, что сдав экзамен по эстонскому языку, они могут получить и категорию, а с этой категории потом претендовать на получение эстонского паспорта, если не имеют его другим путем. Да, безусловно, здесь я думаю, что понятие детей, допустим, эстонцев, как мне кажется, и детей не эстонцев, оно, скорее всего, разное. То есть часто, конечно же, гражданство – это юридическая такая связь между гражданином, между человеком и государством, которое предполагает как права, так и обязанности. И само наличие паспорта, по сути, как бы не может быть просто формальностью, потому что граждан надо воспитывать. И, на мой взгляд, получается в Эстонии так, что больше внимания к воспитанию граждан уделяется, как бы, не эстонцам, потому что они, как бы, должны, как бы, интегрироваться в эстонское общество, и в связи с этим они получают больше информации о гражданстве, больше задумываются, наверное, о таких проблемах и вещах. А эстонцы, которые уже по рождению родились, скажем так, у которых не было в семье проблем с гражданством, все там папы, мамы, коренные жители, то часто, как мне кажется, даже не задумываются о том, что гражданство и чем это, почему это важно вообще, какие права и обязанности связаны с вопросом паспорта, света паспорта. Ну, взять тот же самый день гражданина, который у нас отмечается, 26 ноября. Я могу судить только по своим знакомым. Понимаю, что это очень маленькая выборка, и она абсолютно не репрезентативная, но я замечал, что русские в большинстве своем знают, что такое день гражданина, что есть такая памятная дата у нас на календаре, и 26 ноября он отмечается. Большинство даже смогут назвать эту дату 26 ноября. А вот среди эстонцев в этом отношении царит, ну, не то, что полнейшее неведение, но многие действительно понятия не имеют о том, что у нас такой день имеется. Наверняка это связано с вопросом идентичности, где национальная и государственная идентичность эстонцев совпадает, а у людей не эстонской национальности, скажем так, у русских, на самом большом национальном меньшинстве, идентичности национально и государственное не совпадают. И здесь как бы для эстонцев может быть цвет паспорта как бы естественным, то есть то, что само по себе как бы понятно должно быть, и поэтому об этом не задумываются совершенно. И у тех, кто, скажем так, не являются представителями эстонской национальности, для них входит эта интеграция, получение, скажем так, идентичности, приобретение идентичности государственным посредством гражданства, изучение эстонского языка. И получается, что это становится как бы более, может быть, важным для людей, значит, скажем так, детей не эстонской национальности. Здесь важно, конечно, что гражданство и вообще понимание идентичности связано с различными символами, то есть что для ребенка должно ассоциироваться с понятием цвета паспорта как принадлежности какой-то стране. То есть это длинный гербан башни на Тонпе, цвета эстонского флага, или что именно. И здесь наверняка у детей разных возрастов различные ассоциации с гражданством, с родиной. То есть у более младших наверняка это связано больше с местом жительства, с его семьей или там с верстниками, с которыми он общается. И для детей более старшего, скажем так, возраста, это все больше и больше ассоциируется с какими-то конкретными государственными символами. Но коль скоро главные герои нашего разговора это дети, то я предлагаю сейчас посмотреть первый отрывок с интервью, собственно, детей, которые рассуждают на самые разные темы. Я думаю, что мы для себя тут тоже много интересного и нового почерпнем. Меня зовут Томас, стратяк Бората и Энрике. Два имени, две фамилии. Две фамилии от отца португальца и его семьи Бората. И второе имя от эстонской семьи, от моей мамы и... Ну, стратяк. Имя Энрике от моей эстонской семьи и Томас от португальской. Ну, все меня зовут Томас. Родился я в Португалии. Я прожил там три года, но по остателям сюда приехал в Эстонию. В Эстонии мне живется нормально. Здесь много друзей, здесь и здесь есть с кем пообщаться. Моя родина, я считаю, это Португалия. Но живу я здесь, как гражданин Эстонии. Потому что для меня родина, это там, где ты родился, где большая часть твоей семьи находится. Но здесь тоже немало моей семьи. Но для меня все равны. А что такое быть гражданином? Как ты это понимаешь? Я понимаю это, когда ты живешь в какой-то стране, и в ней ты учишься и проводишь большинство времени всего. А есть у гражданина перед своей страной, в которой он живет, какие-то обязанности и какие права? Что ты об этом знаешь? Об этом я мало знаю. Ну, даже, можно сказать, почти ничего. Ну, любить свою страну надо, в которой ты живешь? Надо. Язык страны, в которой ты живешь, надо знать? Надо. Надо. А как у тебя с эстонским языком? С эстонским языком нормально. Я его пока учу, но у меня все пока что хорошо. Мой папа азербайджанец, моя мама армянка. Как ты понимаешь, что такое быть гражданином своей страны? Это означает, чтобы быть жителем этого города. И этой страны тоже, наверное, не только города, да? Да. Жить, соблюдать правила, какие должны быть. У детей учиться, это их работа, у родителей работа. Когда День гражданина празднуется в Эстонии, ты знаешь? 26 ноября. А в школе на уроках вы ведь знакомитесь с эстонским государством, с тем, как оно устроено. Ты знаешь, например, эстонские государственные символы? Эстонский государственный символ – это три льва и герб с дубовыми листьями. А флаг – синий-черно-белый. Национальный цветок – это василек. А птица? Птица сейчас ласточка. А по-эстонски как будет? Знаешь? Пяшуки. Суицу-пяшуки. Суицу-пяшуки – это тогда уже деревенская ласточка. Как ты считаешь, мы все живем в Эстонии, мы все должны быть гражданами этой страны? Человек, откуда он родился, он может свои дела делать, только соблюдать правила других городов. То есть надо уважать друг друга, да? Да. Я собирался либо жить в Армении, либо в Эстонии. Диана, до того, как ваша семья приехала в Эстонию, вы где же успели пожить? В Ирландии. И сколько вы там лет прожили? Девять. Девять лет прожили. А в Эстонии уже сколько? В Эстонии уже два года почти. Два года. Но ты уже сейчас достаточно взрослый человек, ты, наверное, все помнишь, как вы жили в Ирландии. Ты можешь сравнить жизнь там и жизнь здесь? Конечно, в Эстонии больше нравится. В Эстонии больше мероприятий, больше куда сходить можно. Больше общения. Да. У меня тут подружек много. А у тебя паспорт есть наверняка у нас в стране? Все живут с паспортами. Он у тебя какого цвета? Красного. Красного цвета. Но это эстонский паспорт? Евросоюза, да? Да. Скажи, а что такое для тебя вот означает иметь паспорт страны, в которой ты живешь, и быть гражданкой этой страны? Гражданин Эстонии – это человек, который живет в Эстонии, имеет эстонский паспорт. А у него есть по отношению к Эстонии какие-то обязанности у этого человека? Какие у нас основные обязанности у учеников? Учиться, наверное? Да. Учиться. А что тебе нравится в Эстонии больше всего? Это природа, это друзья? Старый город очень красивый. Если у тебя бы спросили, Диана, где твоя родина, как бы ты ответил на этот вопрос? В Эстонии. Вот такие были рассуждения детей. Напоминаю, что в студии у нас историк Игорь Копытин. Говорим мы на тему гражданства в преддверии Дня гражданина. Хотелось бы как-то прокомментировать увиденное, наверное, да? Потому что интересные попались персонажи. Не то, чтобы мы их специально искали, но достаточно колоритные вышли говорящие. Мальчик наполовину португалец, потом мальчик из армяно-азербайджанской семьи, девочка, прожившая 9 лет в Ирландии. Что-то новое для себя услышали в их рассуждении? Здесь, наверное, важно отметить некоторые моменты. Интересно то, что первый момент – это процесс глобализации, который затронул также и детей, где сейчас в наше время уже, по сути, в рамках Европы границы и пересечения границ, скажем так, не так сложно, как это было раньше. И поэтому из-за процесса миграции дети могут жить в разных странах. И здесь, опять же, видно, как воспитание детей в семье влияет на мироощущение ребенка. То есть ребенок, который был из Португалии, считает, что родина все-таки в Португалии. Скорее всего, это идет, опять же, от того, что говорят родители, сколько у него было друзей, например, там у себя в Португалии. Видимо, больше, чем в Эстонии. То есть он сейчас в Эстонии еще не смог или не нашел еще достаточное количество друзей. А девочка, которая приехала из Ирландии, всего два года здесь живет и говорит, что здесь лучше. Да, и опять же, да, совсем по-иному. Опять же, это зависит от того, может быть, от психологического, скажем так, психологической подготовности ребенка к переезду. И как ребенок может найти на новом месте жительства круг общения. И опять же, важно, что говорят родители дома. То есть, что является родиной, страна, где они какое-то время проживали, там 9 лет в Ирландии, то есть, видимо, на какие-то заработки, да, или по каким-то другим веским обстоятельствам. Но, вернувшись в Эстонию, они, видимо, желают продолжить жизнь в Эстонии. И нужно понимать, что процесс образования является частью культуры. То есть, через образование формируется культура человека как система ценностей. И поэтому здесь как раз-таки есть вот этот вот момент, когда у ребенка начинается формировать понятие о стране, о государстве, которое связывается часто с символами, будь то, значит, окружающая среда какая-то, где они находятся, или государственные символы, о чем говорил мальчик вот из смешанной семьи, армянно-развежанской. Ну, кстати, вот тот же самый мальчик, да, подтвердил абсолютно мою теорию относительно того, что проживающие здесь не эстонцы прекрасно знают о Дне гражданина и о том, когда этот праздник отмещается, 26 ноября. Но в этой связи я хочу спросить у вас, а зачем, как вам кажется, нам вообще такой праздник, как День гражданина? Ведь, по-моему, я, конечно, могу ошибаться, я очень глубокого исследования вопроса не проводил, но вот так вот посмотрев, навскидку, обнаружил, что ни в одной другой стране мира, кроме Эстонии, такой праздник не отмечается. Я лично нахожусь, что такой праздник имеет место быть и должен быть, потому что мы должны задумываться о том, что такое гражданство и что гражданство нам дает, какие возможности, какие права и обязанности у гражданина Эстонии, чтобы гражданство Эстонии не было бы просто формальным документом, а носило бы какую-то смысловую нагрузку. Поэтому, как бы, хорошо, конечно, было бы напоминать и взрослым людям о том, что такое гражданство и какие, значит, права есть у граждан и обязанности. И если мы говорим о развитии гражданского общества, о развитии демократических ценностей, это очень важно, скажу так, связывать как с системой образования, так и с таким праздником, который называется, значит, День гражданина. Ну что, я предлагаю посмотреть еще несколько интервью детей, в которых они рассуждают на тему того, что такое гражданство и как сделать нашу страну лучше. Смотрим. Быть гражданином – это любить свою страну, как бы делать все, чтобы в ней хорошо тебе и остальным жилось, там, не мусорить, не ломать деревья, ну, самое основное такое. Гражданином быть в своей стране, в которой ты живешь, это очень важно, это обязательно? Да. А гражданин должен знать язык своей страны? Должен. Уроков эстонского языка достаточно в школе для того, чтобы овладеть языком? Нет. Надо дополнительно заниматься? Ну, надо вообще как-то, чтобы была живая речь, потому что, если даже ты что-то выучил в школе, то без практики это все забудется, значит, надо, ну, просто говорить где-то помимо уроков. У тебя есть такие возможности? Ну, сейчас вроде нет, нет там ни друзей, никого эстонцев. А хотелось бы вот участвовать в таких совместных мероприятиях? Да, хотелось бы. И вот я хочу, как бы, ну, себе тоже найти друзей, ну, чтобы тоже говорить по-эстонски там и вообще, ну, что... Общаться на эстонском языке. Скажи, а у тебя паспорт какой? Красный. А что это значит красный? Это гражданство России или это гражданство Евросоюза? Наверное, Евросоюза. Евросоюза. Да не наверное, а точно. Вы, дети, что вы можете сделать, чтобы наша страна стала лучше, красивее, интереснее, чтобы страной можно было гордиться? Вот как ты думаешь, что в ваших силах? Ну, надо хорошо учиться, чтобы потом, ну, получить хорошее образование, профессию. И тогда, как бы, ну, тоже можно принести какую-то пользу Эстонии. То есть смысл в том, чтобы принести пользу своей стране? Арина, расскажи нам, в какой семье ты живешь? В... ну, я думаю, в эстонской и украинской. То есть у вас смешанная семья? Да, у меня бабушка украинка, она выросла в Украине, а моя мама в Эстонии. А думаю, вы на каком языке разговариваете? На русском. А у тебя какое гражданство? Эстонское. Эстонское. А в вашей семье обсуждался этот вопрос, какое гражданство у тебя должно быть? Нет. Это было само собой, да? Да. Скажи, а что такое быть гражданином? Э... нужно соблюдать чистоту, и... надо соблюдать все правила в Эстонии. А любить свою страну надо, в которой живешь? Надо любить? Да. А как мы можем свою страну сделать лучше? Вот как ты считаешь? Ну, нужно, чтобы в Эстонии было чисто все время, и чтобы... надо защищать свою страну. А с младшими, со своими, с братьями, с сестрами, мы тоже должны им это все объяснять, говорить? Да. Чтобы они знали правила Эстонии, потому что они тоже гражданин на Эстонии. Велина, в каком классе учишься? В третьем веке. А когда ты узнала, в каком возрасте, что есть такие понятия, как гражданство, гражданин? Давно ты это знаешь? Нет. С третьего класса я узнала это, когда пришла в школу. Я... девочки много очень знают, и они мне рассказали. А как они тебе это рассказали? Вот что это такое? Ну, я услышала слово гражданство, и я у них спросила, что это такое. Они мне объяснили. Ну, и что это такое? Ну, это как... нужно относиться к Эстонии, и ты сам гражданин. А гражданином быть вот обязательно? Это нужно? Да, обязательно. А для чего нужно быть гражданином? Мы же в Эстонии живем. То есть это как само собой разумеющееся, правда? А язык надо знать? Конечно, надо. Иначе ты не сможешь разговаривать с окружающими. А ты уже можешь разговаривать на эстонском сопровождении? Да, могу. У меня осталось совсем немного, и я лучше всех в классе говорю на эстонском. Эстонин – это очень хорошая линь. Здесь много музеев, театров. Это очень хорошая линь. Ванная линь – это очень хорошая линь. Когда у детей спрашивают, что такое быть гражданином, очень многие называют такие элементарные вещи, как следить за чистотой, не мусорить. То есть получается, что лучшая гражданская инициатива всех времен и народов у нас – это акция «Сделаем», которую традиционно проводят в начале мая. Такий субботник по уборке страны, так? Очевидно, что, как я уже раньше говорил, для детей такого возраста вопрос гражданства и понимание страны связан с той социальной средой, в которой они находятся. И хотелось бы поговорить, может быть, кратко упомянуть о девочке, которая сказала, что хотела бы иметь больше друзей эстонцев, через которых она могла бы тренировать свой эстонский язык и получила бы наверняка больше понимания о том, в какой стране она живет. И мы видим здесь как раз-таки именно тот момент, что наше, скажем так, неэстонское население, оно живет часто, очень, так сказать, изолировано. И в школах у детей действительно довольно-таки мало возможностей использовать эстонский язык вне уроков или во внешкольное время. Ну, это мы вот опять к тем самым вопросам пресловутой интеграции скатываемся, да? Безусловно. И здесь ведь, почему, что важно отметить, что Эстония пошла по пути формирования не политической нации, которая, значит, должна охватывать всех людей, независимо от национальности, а по пути построения, все-таки, как бы, национального государства, основанного на этическом, на этической, как бы, связующей. И здесь я считаю, что, учитывая процессы интеграции общей, европейские, мы должны задуматься о том, чтобы создавать именно нацию политическую, где национальность означала бы именно гражданство, а не этническую принадлежность. Вот если вы обратили внимание, все дети, которые говорили до сих пор и которые будут говорить дальше, они в возрасте до 12 лет, то есть старших там нет. А у нас нынче с какого класса начинают обществоведение, граждановедение преподавать? Урок обществоведения или курс обществоведения начинается только в девятом классе. Не поздновато ли? Это поздно, на самом деле. Это, получается, третья ступень основной школы, уже последний класс основной школы. И этот курс, скажем так, в какой-то мере вводный для тех учеников, которые идут в гимназию. И только в гимназии дети получают уже, гимназисты получают более обширный курс как истории, так и обществоведения. Опять же, если мы говорим про обществоведение, то в гимназии только 70 часов обществоведения на все три года обычно делается в 12 классе. То есть, на самом деле, этого недостаточно. Почему так мало и почему, на ваш взгляд, этим не начинают заниматься раньше? Потому что более младшие школьники не будут иметь, не испытывать к этому такой интерес, ничего не поймут из этого? Или в чем тут проблема, может быть? На самом деле, это, наверное, связано, ну, конечно, это связано с государственной программой, которая была у нас принята и утверждена. Опираясь на государственную программу, проводятся эти предметы. И дополнительно, конечно же, проводятся другие предметы, которые связаны косвенно с обществоведением. Например, такой предмет, как Европейский Союз, где говорится о том, что такое Европа, как действует Европейский Союз, какие принципы, скажем так, гражданского общества культируются в Евросоюзе. И также уроки истории, но это, скорее, больше, опять же, в гимназии затрагивают вопрос формирования не только государства, но и гражданского общества. Хотя я считаю, что уроков в обществоведении могло быть больше. Это можно, конечно же, частично компенсировать путем гражданской инициативы со стороны третьего сектора, некоммерческих объединений, которые могли бы предлагать детям какие-то, скажем так, не просто уроки, но проекты, в которых дети могли бы сами участвовать и через свою активность познать и понять, что такое быть гражданином. И таким образом этот процесс осознания, скажем так, понятия гражданства был бы более успешным. Ну что ж, я предлагаю посмотреть еще один фрагмент из интервью с детьми. И причем на этот раз мы выбрались с детьми на природу, так сказать, потому что в школе они одни. А когда они попадают на вольные, так сказать, просторы, они совсем по-другому, может быть, начинают мыслить. И поэтому я сейчас предлагаю посмотреть те интервью, которые были записаны в летнем детском лагере. Ребят, мы с вами находимся в очень красивом месте, территории Лаха-Масского национального парка и лагерь Вихасо. Но говорить мы будем с вами на серьезные темы. Вот скажите, что вы знаете о гражданстве? Что это такое? И как вы себе представляете, что значит быть гражданином своей страны? Не могу ответить. Я просто знаю, что в паспорте, как бы, цвет там серый, и что по Европе бесплатно ездить. Но у меня все родственники из России гражданства, ну, серый паспорт. И поэтому, когда очень часто едут в Россию, меня самой не берут, потому что виза дорогая делать. У нас в семье почти все гражданины Эстонии, кроме папы. У него серый паспорт, а у нас у всех. Мы все гражданины Эстонии. А как вы понимаете, вот что значит быть гражданином Эстонии? Это налагает какие-то обязанности или дает, наоборот, какие-то права? Вас это не касается пока в вашей повседневной школьной жизни? Ну, пока что нет. Мы не касаемся такой темы на уроках или на... Просто где-нибудь учителя могут объяснять. Мы не касаемся таких тем. А в школе происходит отмечание 26 ноября Дня гражданина каким-то образом? Как-то, может быть, не знаю, кто-то может принести какие-нибудь сладости, не знаю, отметить это как-то по-своему. А тебе что-нибудь родители рассказывали об этом? Нет. Совсем не слыхала. А вот страна, в которой вы живете, ее надо любить. Это будет частью понимания быть гражданином своей страны? Как вы считаете? Конечно. Я обожаю свою страну. А что значит обожаю свою страну? Ты можешь сказать, как я люблю свою страну? Что это значит? Что ты в это понятие вкладываешь? Ну, так в Англии там очень много красивых мест. А в Эстонии у нас есть красивые места? Ну, да, есть. Нарский замок, например. В Эстонии, на самом деле, очень красивая природа, много мест. И Эстония, страна такая неотстающая от других. Красивая природа, любить природу своей страны, это уже отчасти входит тоже в это понятие. Быть жителем своей страны, быть гражданином своей страны. А что еще, как вы думаете, какие у нас есть права с вами? Ну, наверное, право учиться. Ну, да. Ну, я учусь в русской школе. Ну, мы с ней одноклассники, а учимся в одной школе. Я из Нарвы. А как в Нарве много уделяется внимания изучению эстонского языка? Вот как у тебя в школе? Очень много эстонского языка. Как бы учусь на четверке в основном. А на каких языках ты говоришь? Вот в Англии мы делаем французский. Ну, русский тоже? Нет, не делаем русский. Нет. Ну, по-русски ты говоришь хорошо, потому что дома по-русски говорите? Да. А кто-нибудь говорит дома на эстонском? Дители не знают эстонского. Знают? Ну, родители знают, но не говорят. Ну, не стараются, как бы. А какие есть обязанности у людей, живущих в стране, перед своей страной? Я ухаживаю за нашей природой, следую за поддержанием, как сказать... Чистоты? Ну, чистоты, удобства, комфорта для жителей Эстонии. Что идти в ногу сверху. Скажи, а ты где живешь? Я в Санкт-Петербурге. А вы бы хотели иметь друзей эстонцев, которые говорят на эстонском языке, которые учатся в эстонской школе? Парочку, да, там где-то три человека. А как бы ты с ними общался тогда? На каком языке? На эстонском. Если они знают русский, то иногда по-русски можно было бы. А есть такие возможности у вас в жизни, где вы живете дома, в городе, в школе? Есть такие возможности завести эстонских друзей? Да, есть. Есть, но у нас мало людей из Эстонии, в Англии. Я раньше жил в очень отдаленном от города районе. И я там в детстве, я дружил с эстонскими мальчиками, визитцами. Что у меня там тоже были друзья. Мы объясняли жестами, некоторыми словами, которые я узнавал. Мы каждый месяц ходим в музей Куму, келепрактика, ну, на эстонском языке говорить. И у нас был специальный отряд, как бы, здесь, и вожатые эстонцы, мы говорили на эстонском. Ну, вот здесь у нас в лагере тоже такая пестрая достаточно компания подобралась. И из других стран были дети. Больше всего у меня, конечно, запугался мальчик, который на вопрос, как отмечают День гражданина, сказал, что кто-нибудь может сладости принести. А как надо отмечать День гражданина? День гражданина, скажем так, можно было бы с детьми разговаривать, наверное, о этих правах и обязанностях, которые связаны с гражданством. Это важно. Здесь ведь во всех вот этих вот детских рассказах была ведь одна, как бы, нить, которая всех связывала, то, что они акцептируют Эстонию, что они здесь живут. И не было совсем никакой, как бы, агрессии какой-то, да. То есть, на самом деле, детское понимание, оно чистое. Поэтому здесь важно, чтобы не испортить этот чистый белый лист и вложить в детей, как через процесс воспитания семейного, так и через школьное формально, вложить именно те ценности, которые должны способствовать укреплению нашего гражданского общества. Есть еще одна такая традиция. К Дню гражданина министр внутренних дел приглашает всех граждан страны выставлять кандидатуры на почетный знак Дня гражданина. И в этом году МВД снова отметит этим знаком, я цитирую, ответственных и заботливых людей, которые показали себя в качестве граждан с наилучшей стороны. Но вот если посмотреть на список тех, кто получал этот знак, например, в прошлом 2013 году, здесь активист союза людей с нарушениями двигательной функции, здесь студент-волонтер, здесь полицейский, здесь еще один работник полиции, здесь учитель, педагог, молодежный инструктор кайц-элита, помощник полицейского, еще один педагог, ну и так далее. Но при этом вот в этом списке из где-то 15 фамилий, знаете, всего одна русская. Ну вот как бы да, наверное, здесь не могу прокомментировать точно на основании каких критериев делается выбор в качестве, вот в рамках этого, скажем так, награждения. На самом деле такие награждения, они, может быть, в какой-то мере напоминают старое, скажем так, старое советское время, или как сейчас в России, в городах есть доска почета, на которой выставляются фотографии и фамилии лучших или самых активных граждан города. С одной стороны, может быть, это напоминает действительно такое старое, такое вот... Да, соцсоревнование такое. С другой стороны, конечно же, я думаю, что любому гражданину, который проявил себя в нашей общественной жизни, было бы приятно, если бы город или страна заметила бы и сделала какое-то награждение. Я не думаю, что специально смотрят по фамилиям, что если русская фамилия, то лучше не награждать. Или там, как бы, скорее всего... Тут скорее в другом проблема. Мне кажется, что просто эстонцы в этом отношении более активны. Вот если мы говорим о том же самом гражданском обществе, о котором вы несколько раз уже разговор заводили, то мне кажется, что гражданское общество у нас, ну, скажем так, в эстоноязычном сегменте гораздо сильнее, чем русское. Но это, опять же, связано с тем, что, о чем я уже говорил, это вопрос идентичности, совпадение национальной и государственной идентичности у эстонцев и несовпадение национальной и государственной идентичности у русскоязычных людей. То есть, если мы говорим про русский, то, как бы, все равно часто все, ну, скажем, исторически связывается с нашей исторической родиной, с Россией. И здесь, как бы, как совместить вот эти вещи, скажем так, остаться русским и быть гражданином Эстонии. Это важно. Поэтому, как бы, мне кажется, что несмотря на то, что в школе, может быть, дети из русскоговорящих семей узнают, может быть, больше о правах и обязанностях, связанных с гражданством, но в дальнейшем эстонская молодежь более активно проявляет себя в общественной жизни. Ну что ж, мы можем тут говорить сейчас много и долго, рассуждать очень умно, но, как говорится, устами младенца. Поэтому давайте из нашей промозглосени снова перенесемся в летний лагерь и послушаем, что говорят дети. Что значит в вашем понимании быть гражданином, быть патриотом и насколько вообще нам в жизни это нужно? Я считаю, что нужно просто любить свою родину, знать родной язык и любить, как бы, свой язык и тех людей, с которыми ты общаешься. Для патриота, например, очень много привилегий в этой же стране, в которой он живет. Что в твоем понимании привилегий? Если ты гражданин Эстонии, то ты можешь в городах бесплатно ездить в общественном транспорте. И, ну, вот, как-то так. Надо любить свою страну. А любить свою страну надо просто потому, что ты живешь в этой стране? Или конкретно за что ты любить? Ну, потому что страна хорошая, нету, ну, мало хулиганов. Мне кажется, что надо знать свой край, любить свой край и знать язык. И, да, в общем-то, все. Скажите, у вас есть друзья среди детей, которые, среди школьников, которые говорят на эстонском языке? У меня и школы нету, но я хожу на тренировки по плаванию, там у меня есть. Да, у меня есть друзья эстонцы. В общении с ними вы какой язык используете? Эстонский. Это для практики, для самого себя. Есть друзья эстонцы, и я с ними часто общаюсь. Ну, веселые ребята. Я, ну, спокойно разговариваю на эстонском языке, так как я его изучаю с трех лет. Вы обсуждаете какие-то проблемы, которые вот у нас в стране есть? Или у вас только свой мир игр, свой мир отношений, и вы таких серьезных проблем не касаетесь? Ну, мы серьезных проблем не касаемся, потому что, ну, это как бы не наше дело. Просто болтаем, молчем, о чем можем и все. Да, у меня то же самое, это не наше. Ты живешь в России, а ты можешь сравнить жизнь, как ты там живешь и как ты здесь живешь, когда ты сюда приезжаешь? У тебя есть такое ощущение, что здесь чужая страна, что здесь другой язык? У тебя есть какие-то от этого неудобства? Нет. Никаких? Нет. Иногда мы говорим немного на эстонском, ну, так, для практики немного, чтобы не забыть совсем эстонский. А ваши эстонские друзья, они хотят говорить по-русски с вами? Они пытаются русский язык осваивать? Да, они спрашивают какие-то слова просто по-русски. Отдельные выражения, слова? Да. Ну, да, пытаются, но это у них смешно получается, можно так сказать. Расскажи нам про своих друзей на эстонском языке. Ну, над on väga head inimesed. Ну, надо быть гражданинами, надо быть гражданинам. А скажите, вот быть гражданином, вот прозвучало здесь, любить свою страну, а какие-то обязанности, быть гражданином, какие-то обязанности накладывает на нас, на граждан своей страны? Ну да, там защищать свою страну. Ну надо убирать, не мусорить и как бы не ломать ничего. Видишь, фантик валяется, взял, поднял мусорку, ну и защищать свою страну. А защищать от кого будем? Это скорее не от кого, а от чего. От чего? Ну вот, да, загрязнение больше. То есть наша главная проблема это загрязнение окружающей среды? Не только в Эстонии, я думаю, что везде. Глобальная проблема. Можно еще и защищать от преступности, но это уже дело полиции. Мы снова в студии с историком Игорем Копытиным. И вот у нас очень часто получалось, что предыдущие программы интеграции, которые в Эстонии проводились, критиковали за то, что в них все так или иначе сводится к изучению языка. Вот знаешь эстонский, все, ты интегрировал. Хотя мониторинги интеграции показывали, что вот эта палитра гораздо более многообразная. И даже люди, хорошо знающие эстонский язык, они вовсе не обязательно будут лояльны эстонскому обществу. Они вовсе не обязательно будут как-то иначе воспринимать происходящие в государстве процессы, нежели те, кто эстонским не владеет вообще. Более того, даже запомнилась такая фраза одной известной общественной деятельности, деятельница нашей, которая говорила, что чем лучше я знаю эстонский язык, тем хуже я начинаю относиться к эстонцам. Потому что я тогда могу в оригинале читать то, что они про меня на самом деле пишут и что они на самом деле думают. И вот здесь тоже дети много говорили про язык, хотя здесь вот детскими устами такие интересные даже вещи прозвучали. Вот на одну вы обратили внимание, пока смотрели. Одна из вещей была, да, то, что девочка считает, чтобы быть патриотом своей страны, нужно знать родной язык. То есть мы, то есть какой родной язык? Русский получается. То есть мы понимаем, что у детей этой возрастной категории, ну это понятно, что у них нет четкого понимания, что такое общество, государство. И они путаются в этих понятиях, да, когда мальчик сказал, что они не могут думать о серьезных делах или, например, борьба с преступностью, этим должна заниматься полиция. То есть как бы гражданин с этим как будто бы не связан, да. То есть если, например, этот мальчик увидит какое-то преступление, то, ну, по идее, он мог бы, конечно, сообщить, например, полиции, да, или позвонить по номеру 110, это уже было бы, скажу так, связано как бы с гражданским поступком. И на что еще хотелось бы обратить внимание, на то, что в этом лагере мы видим опять, что дети общаются все-таки по языковой принадлежности в основном, как мне показалось, опять же, со своими сверстниками, говорящими на русском языке. Ну это, наверное, логично. А что тут можно сделать? Ну просто, что возникает такая, как бы, ну, в какой-то мере противопоставление, что мы и они. То есть тут не может быть такого, что мы, как бы, вот какая-то группа, категория, мы, допустим, говорящие на русском языке, русскоговорящие граждане Эстонии, и они, как бы, эстонцы, как бы, да. Ну тогда получается, что программа интеграции, нацеленная в первую очередь на изучение языка, она, в общем-то, смотрит, зрит в корень, что называется, и соответствует тем жизненным реалиям, которые складываются, даже если ее критикуют за это. На мой взгляд, здесь важно, как бы, именно, опять же, социализация, то есть возведомление социальных контактов детей, чтобы они понимали, что язык, изучение языка, это не просто изучение латыни, то есть мертвого языка, который нужно использовать, там, может быть, только в некоторых определенных случаях, чтобы через какую-то вот игру они получали бы больше друзей из разных национальных групп в Эстонии. Таким образом, возникло бы общие, понимаете, мы, мы, это, мы граждане Эстонии, да, то есть какое-то объединяющее, понимаете, мы, идентичность новая, которая должна объединять людей, независимо от национального происхождения. Ну вот до сих пор мы смотрели только интервью, которые были сделаны, скажем так, с русскоязычными детьми. Теперь предлагаю на обратную сторону медали взглянуть и посмотреть, что говорят эстонские дети на те темы, о которых мы сегодня рассуждаем. Тюдрюкут, миде те 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 кодаконсусест, мисе asi see selline nüüd on? Вега ei teagi sellest, väga midagi. Эма-иса ei ole рякинud кodus? Нет, нет. Ага, сина теат? Саа, мingi, et, mis maalt са nagu pärит oled, või midagi sellist, või, mis keelt са ряки, või midagi sellist. Ага, сина mis arvad? Ma arvan, et kodakонсус on see maa, kus sa elad ja see... Aga kas need mõisted kodakонсус ja kodumaa on oma vahel seoses? Ma arvan küll, vist on. On küll. Seoses? Ma ei tea. Aga no, kui te kodakonksusest teate siiski, no küllaltki vähe, aga kodumaast ikka kindlasti teate rohkem. Mis teie jaoks tähendab koduma ja kodumada armastada? Mis asi see selline võiks olla? See on riik, kus sa elad ja seal, kui sa armastad seda, siis riik armastab siin vastu koduma on kõige kallim asi, mida mina tean. Ja minu aastat peab ka kodumad armastama, et see on kallis asi. Mis te arvate, kui nüüd teil oleks võimalus sõbrustada lastegi, kes räägivad teist keelt, mitte eesti keelt? Kas see oleks teie jaoks väga hirmus asi või oleks vastu võetab või kuidas teie käituksite sellises olukorras? Kui nad räägiksid mingit teist keelt, siis ma arvan, et ma ei oskaks midagi vastata. Ma ei oskaks rääkida nüüd ega. Aga kui ütleme, et need lapsed pakuksid sulle huvi, kas sa siis oleksid huvitatud nendega kontakti saada? Jaa, no kui niimoodi mängida ja niimoodi olla koos, siis ei pea ju rääkima, et saab niimoodi niisama ka. Kui nad oleks minuga särnased ja toreded ja niimoodi, siis ma prooviks leida mingi ühise meetodi, kuidas oma vahel suhelda ning ka ikka sõpruksid. Mängides saab ju üksteiste aru, saab ju kuus mängida ikkagi? Jaa, näiteks, kui sa kasutad mingid käeliikutusi või ma ei tea. Aga räägige mulle natuke sellest oma kogemusest. Kas teil selline kogemus on olnud elus, et oleksite nagu koos viibinud lastega, kes ei räägi, ei valda eesti keelt? Tegelikult olen küll. Mis lapsed need olid? Kust nad olid? Vist venelased olid. Aga siin meie oma lapsed Eestimaalt? Siis jah, ka olen. Kuidas sa siis hakkama said? Et noh, me lihtsalt rääkisime ja siis me... Saite teine teist aru? Jah. Saite hakkama? Jah. Sinul on selline kogemus? Jah, mul on poolvennad, poolööd ja nemad ei valda väga palju eesti keelt ning me räägime oma vahel inglis keeles ja mõned sõnad on nende keeles ja mõned sõnad on meie keeles. Mis tähendab kodumad armastada teie jaoks? Kuidas seda võib armastada? Mis asi see selline kodumavastu armastus? Mis asi see selline võiks olla? Mõelge natuke. Et näiteks kui sa annetad midagi kuhugi või siis nagu käitud viisakar tänaval või midagi sellist. Ma ei tea, istutab puid või koristab prügi või nagu oled väga sõbralikne kiost? Oled tore kaasmaalaste vastu ja elad ja käid koolis ja teed tööd, et kodumaal oleks parem olla. Aga huletame tekis selline situatsioon, et te saite kukku teatud lastega, kes räägivad meie kodumaast ja Eestist, no mitte just neid sõnu, mis teile meeldiksid. Kuidas teie oma sisukohalt suudate nendele selgeks teha, et see on vale, et tuleb teistmoodi käituda ja tuleb ikka Eestimad armastada? Et kuidas teie, no mida teie ütleksite neile? Kui nad rääkivad halbadest asjadest, siis mina räägin neile vastu headest asjadest, sest alati on lisaks halvale ka head olemas. Ning ma arvan, et niimoodi ma saanki. No siis ma ütlen nagu, et mis tunne teil oleks, kui ma nagu teie kodumaast halvasti läkin ja siis ültan öelda nagu, et see ei ole nagu ilus ja siis nagu see pudutab mu niivaku võndaid ja nii. Et ma ütleksin, et see ei oleks nagu väga hea, et kas siis teie mõtlete, et teie koduma on nagu parem või midagi sellist, et minu arust on kõik kodumaad sellised head. Kas te olete uhked selle üle, et teie elate Eestimaal? Et meil on selline tore riik, kus meil on nii hea siin olla ja elada. Mina olen väga uhke, sest siin tehakse head leiba ja siin on palju metsa ja siin on toredad inimesed. Mina olen ka väga uhke Eestimaal elate, sest siin on mulle väga palju metsa õpp ja siin on üldse ilusud ja head asjad. Ma olen ka uhke, sest siin Eestima on hästi palju sellised pisikesi kohti, kus elate, siis see on just hea. Siis sa tunned kõik ja siis alati saab nalja ka. No et kõik kõikaksele etonskii. Kõik oleks kõikest võiklasaksele, kõikaksla üle, kõik oleks andelisi, kõikaksele et osu kõikada neid. Kõik oleks nabud ka sosigel kõikuslga eest? Kõik oleks nii nabud ka klukkuuslame. Kõik oleks nii, et meil on neid. Kõik oleks nii, kõik oleks nii etonskii. Kõik oleks nii, kõik oleks nii etonskii. С другой стороны, я считаю, что нужно поощрять стремление детей к игре и через игру познавать мир. Естественно, что ребенок хочет открывать больше нового для себя. И дети сами говорят о том, что они играют с русскоязычными детьми, им хотелось бы даже больше с ними общаться. И здесь важно, каким образом это направить так, чтобы не возникало таких изолированных групп именно через игру. Я считаю, что дети смогли бы получить больше соприкосновений с представителями другой национальности и укрепить свое понятие о государстве, понятие о гражданском обществе. Тут есть еще один момент. Говорят те люди, которые ратуют за увеличение доли эстоноязычного образования в русских школах, которые говорят, что уже с детского садика нужно начинать все это прививать, учить эстонский и так далее и тому подобное. Они критикуют существующую ныне систему, полагая, что она уже на этом этапе, детские сады, школы, создает некую ситуацию сегрегации. А ведь можно было бы вообще отказаться от такого понятия, как русские и эстонские школы. Можно было бы всех вот так вот в один общий котел, и пусть они там варятся, и действительно на выходе получится что-то, нечто общее, единое, целое. Или это был бы слишком опасный эксперимент? Безусловно, видно, что мы ведь понимаем, что изучение эстонского языка сейчас в ситуации, допустим, преподавания определенных предметов на эстонском языке, по сути, как бы возникает такая, скажем, искусственная ситуация, когда преподаватель часто русской формальности говорит детям, русским детям на эстонском языке. А у вас была такая ситуация, когда в школе преподавали? Были у нас такие ситуации, конечно, были, когда качество эстонского языка, даже в начальной школе, когда очень важно, чтобы учитель говорил очень грамотно на целевом языке, который нужно выучить. И возникали такие ситуации, когда учитель писал неправильно на доске, или чувствовался акцент, что при языковом погружении в начальной школе, как бы, чревато, скажем так, опасно, как бы, чревато последствиями, которые связаны с проблемами изучения языка. Но, с другой стороны, если мы хотим создавать смешанные школы или детские сады, это было бы хорошо, но, если мы говорим, например, о Нарве, где 95 или даже больше процентов населения русскоязычного, то, как бы, как интегрировать 95 процентов, скажем так, русских в 5 процентов эстонцев? То есть, мы опять же видим то, когда в Нарве, опять же, скажем так, эстонская община была против создания единой гимназии, единой эстонско-русской гимназии, приводились аргументы, что, таким образом, эстонцы утратят свою идентичность, дети утратят свою национальную и этническую идентичность и будут поглощены, скажем так, русской культурой. Но это все, как бы, связано с национальными стереотипами, которые, по сути, нужно разрушать. И вот эта этническая такая, скажем так, этноцентричность или замкнутость на своей, как бы, нации, на самом деле, в 21 веке не имеет права быть, то есть, мы должны быть открыты к любому общению. И я только приветствовал бы создание смешанных школ или смешанных детских садов, где, конечно же, должны были бы присутствовать, может быть, больше вот этих вот вспомогательных специалистов, которые помогали бы развивать также родную речь. То есть, это не был бы процесс какой-то ассимиляции, да, но процесс развития, скажем так, двух языков. И есть, я знаю, что Министерство образования запускало программу, так называемого, тандема, то есть, обучение сразу двум языкам, то есть, как бы, где смешаны группы, скажем так, эстонцев и русских, где эстонцы изучают русский, а русские дети изучают эстонский. Потому что ведь проблема заключается в том, что и эстонские ребята, которые заканчивают эстонские школы, имея русский язык как обязательный, не говорят, как правило, на русском языке после окончания школы. Есть такая проблема. Я предлагаю еще раз предоставить площадку, так сказать, детям, но в этот раз они будут не говорить. Мы будем смотреть на то, что они сделали. Потому что все, что мы слышали до этого, это было общение вербальное, а когда предоставляется возможность для творческого полета фантазии, тогда можно увидеть и какие-то, быть может, неожиданные вещи. Был организован конкурс рисунков на тему гражданства своего государства. Я предлагаю сейчас на эти рисунки посмотреть во многом подтверждение того, о чем мы сегодня в этой передаче и говорим. Собственно, понятие родной земли, понятие гражданства, оно сводится действительно к окружающей среде. Мы видим пейзажи, мы видим архитектуру старого Таллина. Наверное, приз за лучшее соответствие работы тематики конкурса получил бы мальчик, нарисовавший корабль с эстонским флагом. Вот этот синий-черно-белый стяг, который развивался над корабликом. Это вот к теме гражданства с точки зрения упомянутого государственного символа относился лучше всего, да? Ну, совершенно естественно, что для детей такого возраста понятие государства, общества и страны, а также гражданство, ассоциируется или оно связано с той окружающей средой, в которой они обитают. И мы видим, что на этих рисунках больше всего преобладает именно пейзаж, или, скажем так, силуэты города Таллина. То есть, я предполагаю, что это было сделано. Да, это Таллина Скашкова, да. Таллина Скашкова, что для них именно символ города, где они живут, именно старый город, прежде всего, ассоциируется с понятием государства, страны и любви к родине, о чем говорили многие дети, да, что если я люблю страну, государство, власть, да, то она должна меня любить тоже. То есть, вопрос как бы любви для ребенка и воспитания, чтобы ребенка занимать... Любовь должна быть взаимной. Это логично. Да, то есть, государство должна, власть должна тоже любить своих граждан, своих людей. Вот, и это такая даже, ну, лейтмотив, на самом деле, при воспитании, скажем так, наших, ну, скажем так, маленьких граждан. В дальнейшем, конечно же, укрепляются ассоциации с какими-то символами. То есть, в дальнейшем у детей, уже более старших возрастных групп, возникает, может быть, более схематичное такое понимание государственной идентичности и гражданства, где связывается это, прежде всего, с символами государства, флаг, герб, гимн и так далее, и так далее, но это будет уже, скажем так, больше 9 класс и гимназия, ступень гимназии, когда идет формирование уже, скажем так, личности и в том числе параллельно и как гражданина. Ну, а мы же говорили в рамках данного проекта в основном о детях в возрасте 7-11 лет. И вот что они думают, вот что они видят, вот как они ощущают окружающий мир и воспринимают темы гражданства и собственной национальной идентичности. На этом, я думаю, можно поставить в нашем разговоре жирную точку, хотя, скорее, это получается многоточие, потому что те темы, которые мы сегодня затронули, они многогранны и, безусловно, заслуживают того, чтобы быть обсужденными еще неоднократно. Благодарю вас за беседу и напомню нашим зрителям, что в гостях у нас был историк Игорь Копытин. Всего доброго вам, Дизель. 26 ноября в Эстонии отмечается День гражданина. Праздник в некотором роде уникальный, потому что нигде в мире его больше не отмечают. Как именно проведете этот день вы, ваше личное дело? Разумеется, вас никто ни к чему не обязывает, но есть у нас такой знаменательный день в году, пропустить который и просто забыть про который, мне кажется, все-таки будет неправильным, раз уж он на календаре имеется. Все на сегодня. Удачи вам и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok